Добрый день, добрый день, дорогие друзья, горожане и гости города! Мы рады приветствовать вас здесь, в Ледовом дворце спорта «Юбилейный», где буквально через несколько минут в очном противостоянии в Татаро-Башкирском дерби сойдутся участники молодежной хоккейной лиги, чьи логотипы вы уже видите на своих экранах. Это «Спутник» из Альметьевска и «Толпар» из Уфы. И, соответственно, прямо сейчас смотрим повторы самых ярких событий. Вот так начинался этот матч, силовой прием провели там на Даниле Куркове, по-моему. Ну вот здесь-то точно Куркову досталось, но, собственно, Курков по-спортивному ответил. Сегодня дважды забросил сам, один раз помог отличиться Калинину в ситуации, когда мог и на хитрит наиграть, но благородно, на самом деле, еще раз подчеркиваю, Данил Курков шайбу оставил своему одноклубнику. Вот момент, когда могли открыть счет в этом матче, однако не удалось это сделать хоккеистам. Уфимского толпара Антон Чибизов очень здорово сыграл на линии своих ворот и спас свою команду. Достал здесь «Медведеву», самоотверженно принял он шайбу на себя. Показывают нам Льва Бердичевского. Еще один момент отбились здесь хоккеисты «Спутника», которые сегодня, на самом деле, достаточно качественно и надежно действовали. Ну и вот момент, когда Ислам Гарайшин открыл счет после броска Рия Загалиева. Шайба транзитом через Семена Визового отлетела в перекладину, и после этого за спиной голкипера выскочила предательски из-за спины. И Ислам Гарайшин, было у него время остановиться, выдержать небольшую паузу, и после этого, не растерявшись, отправил шайбу в сетку в чужих ворот. Так была заброшена первая шайба для «Спутника» и первая для Ислама Гарайшина. Могли, Альмитевцы, развивать свое преимущество, но вместо этого, к сожалению, упустили они атаку, вот эту атаку, где Денис Кадыров восстановил равенство в счете. Так счет стал 1-1, и, соответственно, все сначала нужно было начинать и «Спутнику», и «Толпару». Показали нам эту шайбу с разных ракурсов. Действительно, шайба на загляденье, ну и там Антон Чибизов вроде бы сделал все для того, чтобы угроза миновала, однако мастерство и феноменальная снайперская точность Дениса Кадырова все-таки оказались на первом месте в этом эпизоде. Были моменты еще для того, чтобы выйти вперед впервые в этом матче. Прикистам «Толпару», однако сделать им этого не удалось. А Данил Курков, подхватив шайбу из своей зоны, как нож сквозь масло прошел через оборону соперника и завершил точным броском свой идеальный сольный проход, как из учебника. Ассистентов у него не было. Все сделал на индивидуальном мастерстве Данил Курков и принимает заслуженные поздравления от партнеров. Так на экваторе счет стал 2-1. Спутник снова вышел вперед и после этого уже не отдавал преимущества, держа соперника на расстоянии. Здесь мы видим сольный проход Ислама Гарашина. Чуть ранее Резу Галиеву досталось, а вот за это нарушение, игра высоко поднятой клюшкой, отправился на скамейку штрафников наш 42-й номер Олег Зяблов. Третий период был богатым на события. Со счетом 2-1 команда ушли на перерыв. Ну и дальше настоящее голевое пиршество. Зибзеева роняет. Есть возможность для реализации большинства. И, соответственно, в третьем периоде как раз-таки Ислам Гарашин на старте. Третьей 20-ти минутки мощным выстрелом поражает ворота Семена Визового, делая комфортный задел с разницей в две шайбы. Счет 3-1 становится в ассистентах у Ислама Гарашина Расим Шакиров. А дальше Гарашин, передача на Куркова и еще одна шайба в большинстве. Счет 4-1, довольно комфортное преимущество. И Курков, и Гарашин наиграли на дубль. Но при этом Гарашин еще и голевую передачу сделал. Вот за это нарушение правил не было у нас двух минут. А вот здесь снова вышел на аванс сцена Цулыгин. Снова он отвлек внимание, в этот раз Иланова. И тем самым позволил Артему Гарашкову забросить шайбу, выехав из-за ворот и переиграв в ближнем бою галкипера Антона Чибизова. Ну и завершили активные события этого матча. Взятие ворот в исполнении Семена Калинина. Но понятно, что там Данил Курков сделал все и даже больше для своего партнера. Оставил шайбу благородно. Еще раз Даниле низкий поклон за это. И Семен Калинин забросил шайбу. Тем самым завершив события этого матча на своей персоне. Счет 5-2. Итоговая победа. Спутник упрочил свое место на восьмой строчке. Дорогие друзья, на этом у нас все. Благодарю творческую бригаду во главе с режиссером трансляции Андреем Пещеровым. Сегодня в Дворце спорта юбилейный еще ждем матч Нефтяник-Альмедис с Канева. Приходите в 5 часов вечера. А молодежную хоккейную лигу на текущий момент ставим на паузу. В понедельник увидимся в 5 часов вечера в игре с казанским Ирбисом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова